ЗАКАЛЯЙСЯ Мы начинаем трансляцию чемпионата по лыжным гонкам. Успел! Извините, срочное сообщение. Ведущий гонщик нашей страны, Боб Йоркшир, не сможет участвовать в забеге из-за болезни. Какой еще болезни? Обыкновенная простуда вывела из строя знаменитого спортсмена. Но, невзирая на столь печальное событие, соревнования все же состоятся. Ну вот, теперь смотреть неохота. А вдруг я заболею? Ну, если из-за Йоркшира забег не отменили, то твоего отсутствие на чемпионате уж точно никто не заметит. Так что болей на здоровье. Еще издеваются. Меня, между прочим, от школы выдвинули на городские соревнования. И я, между прочим, главный претендент на победу. Представляете, из-за какой-то ерундовой простуды упустить кубок. А ты, дружочек, и не упустишь. Держи. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Если хочешь быть здоров, обливайся. Азбука здоровья. Точно. Теперь кубок мой. Подъем. Гена, дружок, пора вставать. Школа поставишь. Дружок, дружок, дружочек, помогите. Скай, я и сюда. Эй, ты чего спать не даешь? Дружочек, братик ты мой любимый. Что тут происходит-то, Клатун? Спать с открытым окном – первый принцип закаливания. Невзирая на погодные условия. Первый принцип – это постепенность. Полумеры не для меня. Если закаляться, то закаляться. Дружок, что случилось? Что с тобой? Полный порядок. Облился холодной водой. И теперь бодрячок. Дружочек, может не стоит так резко, а? Может как-то помедленнее, а? Не бросать при первых результатах. И не останавливаться на достигнутом. Еще раз порог славный. Подать, подать, подать горяченького. Дружок, что ты тут устроил? Ха, баню. Ах, хорошо. Ой, стой, ты куда? Да здравствует резкая смена температуры. Ты зачем дала ему эту ужасную книгу? Я же не знала, что она на него так подействует. Теперь закаляем горло. Дружок, остановись. Какое холодненькое. Дружок, отдай мороженое. Дружок, перестань. Остановись. Ты же заболеешь. Такому крутому и закаленному спортсмену, как я. Нипочем мизерная порция мороженого. Нет, ну, надо же, а. Немножко не хватило закалиться. Дружок. О, дружок. Городские соревнования перенесли. Ты как раз успеешь вылечиться. И закалиться. Только чур постепенно. Это уж точно. Спешить. Только собак нас не шить. Курорт. Роза, привет. Как отдыхается? Обалденно. Да, я тоже обалдела. Тут на море такая жара. Но надо терпеть. Курорт сама, понимаешь. А у тебя там как? О, экзотика. Тут и пустыня, и море. Ну, и звезды всякие тусуются. Знаменитые спортсмены. Повсюду крутые тачки. Вау. Выходи в пёс Инстаграм. Фотки покажешь. Ой. Телефон разряжается. Чуть попозже. Что? Иначе пострадает моя репутация. А у меня всё должно быть круто. Глупости. Почему мы должны что-то изображать? Ага. Ерунда какая-то. Ну, пожалуйста. Все мои подруги отдыхают на модных курортах. Одна я. Ух ты, ух ты. Давайте поиграем в курорт. Пожалуй, это интересная и жесёловская задача. Как вас для меня. Ну что ж, раз большинство за, придётся принять участие в этом шоу. Да, у нас тут тоже жарище. Ваша заказа, маузель. Мерси. О, какие фрукты тебе принесли? Фейхуа, манго, экзотика. Смотри, кто тут загорает. Это же тот самый режиссёр Лайкинс. Вау. И знаменитая певица Леди Гав-Гав. Ооо. И известный яхтсмен тоже тут. Неизвестный самый. Ну ты даёшь. Классно. Пришли фотки. Жди. Скоро вышлю. Нужное фото. Срочно. Катаюсь на слоне. Это местные бедуины. Ну и всякие там вкусняшки. Что тут у нас? Авокадо, мангустины. Ой, как круто. У нас тут тоже экзотики хватает. И верблюдов, и всяких там попукаев. Фу. Калибри, сколько угодно. А у нас комалов. Сколько угодно. Ну пока-пока. До завтра. Просто супер. Весь день убит на эту ерунду. Я вас обожаю. Всем спасибо. Завтра продолжим. О, нет. Доброе утро, подруга. Ну что, загораешь? Чем сегодня собираюсь заняться? Ну, еще не решила. Я тебе перезвоню. А вы куда? Роза, мне кажется, пора возвращаться с курорта. У нас тут тоже неплохо. Полностью согласна. Ага. Курорт в районе средней полосы. Если захочешь, присоединяйся к нам. Мы швартуемся у старой пристани. Будем рады. Ну и пожалуйста. Посмотрю на нормальных отдыхающих. Эй-эй-эй! Ха-ха-ха! Здорово! Держи! У тебя тут тьма непринятых звонков. Ты куда пропала? Затянула курортное веселье? Ты знаешь, а я вовсе и не на курорте. Я тебя разыграла. Я на даче у дедушки. И тут здорово. И мои родные самые лучшие кинозвезды. Приезжай потом к нам. На нашу пятизвездочную дачу все включено. Веселье, приключения и лучшие друзья. Фамильная ценность Когда же я в спортзал-то попаду? Так, пора в город. Столько наблюдений собрано. Я уже третий месяц без танцев и показов мод. Ага, попалась. Ух ты, ты, Кавка. Я буду за ней ухаживать и сделаю из них домик для цыпы. О, да это же последний овощ на огороде. Я ее сам выращу и сделаю супер-маску на Хэллоуин. Только бы никто из наших не узнал. И здесь совсем нечем заняться. Некуда носить мои прекрасные платья. Ой, тыковка какая хорошенькая. Никому не скажу. А когда она вырастет, сделаю из нее шкаточку. Это кто термометр свернул? Вечно срывают мою научную работу. О, это же кукурбита витамина. Тыква витаминная. Хе. Надо изучить ее поподробнее и представить на биологической олимпиаде. Главное, чтобы никто не помешал. Малыш, ты что здесь делаешь? Я тыковку выращиваю, это будет домик для цыпы. Выращиваешь? Мою кукурбиту витамину? Чем больше я насыплю удобрений, тем быстрее вырастет моя супер-маска. Стой! Она же погибнет от такого количества фосфора. А вы что здесь делаете? То же, что и ты. Тыкву растим. Маленькая, ты, наверное, мерзнешь здесь одноночью. Ха-ха-ха! Роска! Овощи шапочки не носят. Ну, а ты что хочешь сделать из моей тыквы? Твоей? Это моя шкатулочка. Все знают, что тыквы выращивают для Хэллоуина. Я занимаюсь научной работой. А вы какой-то ерундой. Ну, я первый нашел тыковку. Это домик для цыпы. Ага! Я так и знала, что вы что-то замышляете. Что у вас здесь? Заговор? Ограбление? Тыква? Вы что, выращиваете тыкву? Ну да, для Хэллоуина. Это домик для цыпы. Нет, моя шкатулочка. Стойте, давайте сделаем так. Мы все вместе выращиваем тыкву, а затем на общем собрании находим для нее лучшее применение. Согласны? Да! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дети, завтрак. Сегодня каша. Очень вкусная. Тыквенная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мамочка, а где ты взяла тыкву? Соседка поделилась. У них такой урожай, что им самим и не съесть. А у нас на огороде совсем ничего не растет. Правда, вымахала одна тыква. Такая огромная. Да вон, можете посмотреть. Дедушка ей сегодня на выставку фермеров повезет. Э-э-э, смотрите, какой ваш дедушка молодец. Какую большую тыкву он вырастил. Можете мной гордиться. Он так счастлив. Наверняка грамоту получит. Да, он пославит нашу фамилию. Это ведь самое лучшее применение для тыковки. Правда? Ха-ха. Ха-ха-ха. Фейерверк Малыш, привет! Смотри! Ого! Полное! Поздравляю! Я теперь сто килограммов мороженого купить могу. Сто килограммов одному вредно. Ладно, тогда девяносто девять мне, а один тебе. Ну и где вы? Идите скорее. Вот это аппарат! Сейчас как бабахнет! Это будет фейерверк из фейерверков. Ну как? Что, как? Где фейерверк-то? Так это и был фейерверк. Только не простой, а высокотехнологичный. Знаете, сколько процессов произошло между поворотом рычага и появлением дыма? Генка, это, конечно, здорово! Но где искорки? Где огоньки? Лиза же просила салют на день рождения. А тут дым от паровоза. Вы ничего не понимаете. Другого не будет. Хорошо, что у нас еще с нового года немного фейерверков осталось. Их и будем завтра запускать. Вот значит как. Хотите вместо моего технически совершенного фейерверка запускать эти банальные палки с ракетами? Так нечестно! Лучше палки с ракетами, чем дым от паровоза, от которого никакой радости. Лучше научный прогресс, чем массовый ширпотреб. Вот и запускай свой прогресс. А мы с малышем устроим настоящий салют. Гена, зачем ты хочешь забрать наш салют? Это не то, что ты думаешь. Вы чего тут устроили? Генка, а ну положи коробку на место. Нет. Отдай! А ну стой! Отдай! Отдай! Стой! Нет. Генка! Отдай! Отдай, Генка! Отдай! 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 Ура! Салют! А Лиза? Лиза этого не увидит. Нет. Завтра Лиза увидит мой салют. Получше этого. Мы ждем. Ну давайте, запускайте. А теперь фейерверк. Ура! Это самый лучший подарок. Все, а? Как все? А салют-то где? Это и был салют. Могу еще раз показать. Просто это салют высокотехнологичный. Здесь происходит очень много процессов. Ну, хочешь, иди сама нажми. Лиза Кривыч. Это же весело. Ну, пойдем. Ура! Ура! Салют! Как красиво! Ура! Ура! Как это чудесно! Красота! Так это был розыгрыш. Ух, сорванцы! Генг, ты это... Только не обижайся, а? На что? Я был не прав. Мир не готов к высокотехническому совершенству. Эх, спасибо, выручили. Это все малыш. Я просто подумал, что мне все равно не съесть 100 килограммов мороженого. Вот мы и решили, Лиззи, в пейерверке купить. На всякий случай. Вдруг твой не сработает. Дедушка хочет на море. Дедушка хочет на море. Класс! Новый мяч! Что может быть лучше? А где ты взял деньги на мяч? Спасибо дедушке. Выручил любимого внука. Какое совпадение. Меня тоже дедуля выручил. Все девчонки обзавидуются. Вам деньги дедушка дал? Как вы могли их взять? Он же пенсионер. У него их мало. А у тебя, Лизонька, откуда новый тромбончик? На улице нашла. Да, мне тоже деньги дедушка дал. Но я же на дело попросила, а не на ерунду всякую. Так что же получается? Мы все попросили деньги у дедушки. А что же ему осталось? Ну сам посуди. Зачем дедушке деньги? Он же не делает маникюр. И на музыкальных инструментах не играет. И в футбол. Выходит и деньги ему не нужны. Значит все в порядке. Оп! Раз, два, три! У-у-у-у! Право, руля! Дедушка, а зачем ты все вытаскиваешь? Ты разве не поедешь на море? В другой раз, матрос. В другой раз. Придется подождать до следующей пенсии. Ну, ты же обещал отправить шустрика в настоящее море. Не вешать нос, матрос? Смотри, сколько тут морей и все настоящие. Отдать швартовый. Лево руля. Полундра. По правому борту акула. Шустрик акулы не боится. Полный вперед. Штормовое предупреждение. У-у-у! Надвигается буря. Нам все ни по чем. Хи-хи-хи-хи. Да, матрос. Нам все ни по чем. И теперь дедушка не сможет поехать на море. Вот. Полундра. А мы уже всю его пенсию потратили. Как же нам теперь купить дедуле билеты на море? Есть идея. Нам ведь папа за каждое дежурство на кухне дает леденец на палочке, чтобы подсластить волку. Ха, спасибо, что напомнила про мое сегодняшнее дежурство на кухне. Прямо сразу настроение поднялось. Сначала дослушай. Если мы много-много раз отдежуем, то получим... Много-много мозолей. Да нет же. Много-много леденцов. И мы обменяем все эти леденцы на билет для дедушки. Хи-хи-хи. Точно. Возьмем количеством. Лизка, голова! Полный вперед! Мечты заветные всегда сбываются. Мечтай и пар. Надежды светлые пусть исполняются. Мечтай и пар. Помечтай со мною, мама, о летучих кораблях, о волшебных берегах и странах сбой. Спят деревья, великаны и цветочные поля. О волшебных берегах мечтай со мной. Вы, конечно, молодцы. И такая тяга к чистоте и труду заслуживает уважения. Но зачем вам столько леденцов? Дедушка, 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 это тебе. Мне? Да, тебе. Билет на корабль. Да, для путешествия. Спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо, внучки. Дедушка, возвращайся в колеи. Мы будем тебя ждать. Чемпион Ух ты, пух ты. Сколько наград. Самый сильный среди самых слабых. Лучший бегун среди девочек. А то, ты можешь гордиться своим братом. Но ты же не девочка. Конечно, нет. Я победитель, гвоздь мне в кеды. Чемпион. Кстати, через недельку планирую выиграть еще одно соревнование. Ух ты, пух ты, и ты снова победишь. Ха, конечно. Ура, будем тренироваться. Зачем? Это троеборья среди младших классов. Я их и так одной левой сделаю. Но если все тебя слабее, зачем соревноваться? Как зачем? Чтобы первое место получить. Ну, ладно. Буду готовиться к соревнованиям. Лучшая тренировка. Это отдых. Дружок, представляешь? Тимоха тоже участвует в конкурсе. Где? Что? Тимоха? Ты уверен? Да, мне Роза сказала. Но ты же все равно всех победишь. Да вот теперь не знаю. Тимоха темная лошадка. Надо его проверить, каков он в деле. Ура, будем тренироваться. Тимоха, молодец, что зашел. Давай разомнемся, а? Да я вообще-то не за этим зашел. Да ладно тебе. Давай поподтягиваемся. Кто больше? Слабо, а? Кто ж так подтягивается? Вот как надо. Я тоже так могу. Просто не выспался сегодня. А штамп не поднимешь? Эту что ли? Что-то легкое она у тебя. Знаю, что легкое. Давай кто больше. Ты поосторожней с нагрузками. Занимайся постепенно. Сильный, значит. А спорим, я тебя быстрее. Я так десять кругов могу пробежать. А ты-то небось выдохся, а? Не, на десять у меня времени нет. Извини, дел полно. Будем считать, что у нас нитья. Не, малыш. У меня нет шансов против Тимохи. Не буду я участвовать. Ну ты хотя бы попробуй. А мне надо. А если я проиграю, гвоздь мне в кеды. Тогда у тебя будет второе место. Твой брат чемпион. Слышишь? У меня это в крови. Никаких вторых мест. Опять ты у меня на пути. Еще и хлам свой раскидал. Это не хлам, а икебана. Ну, когда букетики собирают из цветов. Красивые. Японцы придумали. Тимоха готовится к конкурсу лучшая экибана. А я ему помогаю. Так ты на конкурс по букетикам собрался? А как же школьная троебория? Да ну, там одна мелезга. С ними соревноваться-то неинтересно. Тимоха, не знаешь ты, что такое счастье? Встречайте, наш дружок чемпион. Я чемпион! Я чемпион! Я круто! О, я смотрю, вы решили отметить мое первое место. Это мы не для тебя старались, а для Тимохи. При чем здесь Тимоха? Ваш брат, между прочим, стал чемпионом. Да кто бы сомневался. Малявок обыграть. Тоже мне достижение. Кушай, кушай, Тимочка. Победители не судят, чтоб ты знала. И борьба была честной. Хоть и неравной. Вот именно, неравной. А Тимоха занял десятое место среди профессионалов. Смотри, какую он экибану красивую сделал. Ха! Десятое место. Тоже мне достижение. Я, если честно, думал и в двадцатку не войду. Там такие мастера. Я переволновался сначала, но потом собрался и... и вот. Тимоха, ты наш чемпион. Да. Ура! Тимоха, настоящий чемпион. Дружок, что ты делаешь? Хватит конкурсов для слабаков. Пора проверить, на что я гожусь на самом деле. Вот здорово! Тайное общество волшебников. Крамба-карамба-лямбда! Крамба-карамба-лямбда! Пустите меня! Ну, пожалуйста! Дружок, ты опять будешь нам мешать? Да, буду! Пока вы не примите меня в свое тайное общество волшебников! Ну, пожалуйста! Пожалуйста! Дружок, мы не можем тебя пустить! Крамба-карамба-лямбда! Крамба-карамба-лямбда! Хватит дуться! Мы же стула с тебе говорили! Членом нашего тайного общества волшебников может стать только тот, кто увидел магический кристалл. Ну, так покажите мне этот кристалл! Подумай логически. Если мы его тебе покажем, то ты узнаешь нашу тайну. И тогда наше общество перестанет быть тайным. Тайнику собраниус через пятус минутус! Дружок, а чего она сказала? Я этот тайный язык еще не выучил. Тайное собрание через пять минут. А, спасибо. Я все равно узнаю вашу тайну. Крамба-карамба-лямбда! 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 Крампа! 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 Дружок, с тобой всё в порядке? Я так одинок! Своим тайным обществом вы поставили между нами непреодолимую стену! И мне уже кажется, что мы совсем не братья! Да ладно тебе! Это же игра! Слушай, есть у меня одна идея! Крампа! 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 Закрывай хорошенько дверь, чтобы дружок не вошел Крамба, карамба, лямбда Крамба, карамба, лямбда Крамба, карамба, лямбда Крамба, карамба, лямбда Что? Гвоздь мне в кеды! Это и есть ваш магический кристалл? Да это ж булыжник, который мы с малышом притащили со двора, чтобы дверь подпирать Это дружок, нас раскрыли Генка-поедатель Мы должны наказать Генку за то, что он предал наше тайное общество волшебников За то он своего брата не предал! Да какая разница, если тайного общества волшебников больше не существует Почему не существует? Потому что все теперь знают про нашу тайну Раньше хоть двужок не знал, а теперь и кто? Тимоха! Точно! Крамба, карамба, лямбда Крамба, карамба, лямбда Ребята, чего это вы делаете? Извините, Мох, но членом нашего тайного общества волшебников может стать только тот, кто увидел магический кристалл И не пытайся ничего узнать, ты и так слишком много видел Все равно я узнаю вашу тайну Мнение окружающих Плоско, за накрашенные глазки пятерки не ставят Ну и что? Я и без пятерок всем нравлюсь Потому что я красивая Ой, а кто это тебе интересно сказал? Все говорят, это единодушное мнение окружающих А вот некоторым пятерки не помешают Отличницы хотя бы учителям нравятся Ой, опять какой-нибудь поклонник Мы надоели уже Воображала О, привет, Сонь Ну откуда я знаю, что нам по математике задавали? Тоже мне квасавица Никому не нравиться Ну прямо отбоя от них нет Хоть свой фан-клуб открывай Так, где мои тени? Ух ты! Ну вот, опять кто-то записку подкинул Ой, надоели уже со своими признаниями Роза Барбоскина Что? Некрасивая? Ну вообще, ерунда какая-то Это не ерунда, сестричка Это мнение окружающих Глаз народа не вьет Хочешь сказать, что кто-то считает меня некрасивой? И наверняка не один Может, это коллективное письмо? Может, ты не такая уж красавица, как думаешь? Розка, ты собираешься постель убивать? Эй, ты меня слышишь? Все, кончено Что случилось-то? Неужели ты не видишь? Я страшная! Вот это новости! Кто тебе это сказал? Ой Сама вижу! Смотри! Губы тонкие! Нос картошкой! Еще и шея! Кривая! Шея-то вроде говная Нет, кривая! А я страшная! Да ладно тебе! Не такая уж ты и страшная! В принципе, ты ничего! Ты-то что в этом понимаешь? Ужасно! Не хочу этого видеть! Воза, ну, классота-это не самое главное! Ну, зато у тебя фигула красивая! Зачем мне фигуры? Не нужна мне теперь никакая фигура! О! Раз я такая страшная, то пусть буду еще и толстая! Не мешай мне фигуру портить! Все равно я никому не нравлюсь! Что ты, лозочка? Ты думаешься? Тебя вообще все любят! И-и-и дружок, и Гена, и малыш, и-и я! Это не считается! Вы родственники! Родственники и страшных любить могут! Бе-е-е! Страшилище! Воза, лозочка, ну, хочешь, я все свое куашение тебе подаю? А хочешь, всю косметику отдам? Смотри, какая у меня помада есть! Теперь она твоя! Возочка, смотри, какие платья красивые! Даю! Меня уже ничего не спасет! Все равно я страшная! Воза, это я все придумала! Я подкинула тебе эту глупую записку! Лизонька, ты хорошая и добрая сестричка! Ну, хватит уже меня утешать! Ты бы до такого не додумалась! Роза, роза, смотри, тут записки! Видишь? Давай, издевайся над бедной, страшной розой! Да нет же! Вот, смотри, на обратной стороне! Ты просто недочитала! Прекрасная, божественная и незабываемая! Роза Барбоскина некрасивая, а прекрасная, божественная и незабываемая! Ой, ну прям надоели эти поклонники! Спасибо тебе, сестренка, за поддержку и за украшения с косметикой! Вот, Розка! Воображала! По-взрослому Биби! Привет! Ух ты, пух ты! В машинку играешь! Кто, я? Шутишь, что ли? Я же не малышня какая-нибудь! Просто, просто порядок навожу! Вот, решил свое старье повыкидывать? Ты что? Не выкидывай! Отдай ее мне! Ты правда хочешь играть с этим? Ага! Малыш, малыш! Я-то думал, ты уже большой парень! Хотел тебя на стадион взять! Я уже большой! Правда, правда! Так зачем же тебе эта малышовая игрушка? Хм! Она же для совсем маленьких и глупеньких! Ты ведь не такой? Нет, наверное! Ну и нечего тогда! Хм! Не бойся, маленькая! Я тебя никому не отдам! Придумал! Я буду играть в механика! Давай сюда малышовую машинку! Я ее разберу! По-взрослому! Нет-нет! Тебе что, жалко? Да! То есть, в смысле, мне жалко тебя! Какой же ты механик без инструментов! Чем будешь разбирать-то, а? Придется придумать какую-нибудь другую игру! Не надо другую! Я сейчас! Куда бы ее спрятать? О! Вот мой инструмент! Где эта жестянка? Не поверишь! Потерялась! Только что была тут! Куда я ее мог деть? О! Нашлась! Вот видишь, тебе в руки нельзя молоток давать! Ты же всех вокруг переколотишь! Гвоздь не в кеды! Дружок, прости, пожалуйста! Я больше не буду с молотком играть! Честно! Я другой инструмент найду! Во! Этой штукой я точно умею пользоваться! Смотри! И правда, с пилой у тебя гораздо лучше получается! Но надо еще набить руку! Ты тут потренируйся пока! А я скоро вернусь! А на чем тренироваться-то? Дружок! Дружок, ты где? Я твой скейт распилил! Теперь с машинкой точно справлюсь! Где же он? Дружок! Дружок! Вот ты где! А я тебя ищу, везде ищу! А где машинка? Машинка? Какая машинка? Ах-та! Слушай, ты не поверишь! Тут такое было! Иду я, значит, иду! И забредаю на этот чердак! Смотрю! Призрак! Отдай, говорит, мне машинку! А зачем ему? Это же игрушка для малышей! Ну, этот призрак был еще совсем маленький! Ну вот, теперь ее разбирать неинтересно! Ты не видел мои молоток и пилу? Да! Это моя машинка! Я с ней играю и никому ее не отдам! Ясно? И стесняться мне нечего! Би-би! Диа, диа! Не заб氾ова! Диа, диа! Не заб descrição! Диа, диа! Би-би! Продолжение следует...